Продолжение следует... ...состоится в ближайшее время и о полезных ссылках, которые вы можете использовать. В самом начале сайта две полезные ссылки. Первая из них ведет к главной странице нашего сайта, Директ Академии, где вы можете найти расписание всех вебинаров вплоть до июня месяца текущего года. Обращаю ваше внимание, что расписание постоянно обновляется, новые спикеры присоединяются к нам, поэтому просматривайте его. Если найдете что-то интересное, обязательно записывайтесь, записывайтесь заранее. Вторая ссылка на наш видеоканал на YouTube, на котором размещаются записи наших вебинаров. У нас скоро очередной маленький юбилей. На нашем канале будет размещена в ближайшее время 250-я запись нашего вебинара. И этот вебинар тоже записывается и будет размещен ориентировочно завтра-послезавтра на нашем канале. Ну и как всегда, я хотел бы проанонсировать два следующих вебинара, которые состоятся в ближайшее время. Даю в чате ссылки на них. Первый вебинар Татьяны Телегиной состоится уже завтра. Этим вебинаром начинается ее такая небольшая серия, небольшой подтрек ее трека, который называется «Библиография для небиблиографов». И завтрашняя тема будет называться «Основа библиографических описаний источников». И 26 числа в понедельник, обращаю ваше внимание, будет очень интересный вебинар Андрея Володина из МГУ. Посвященный Digital Humanities, области на стыке гуманитарных наук и компьютерных наук. Называется вебинар «Вызовы междисциплинарности в контексте цифрового поворота». Давно знаю Андрея, очень интересный человек, очень интересные у него исследования. И то, о чем он расскажет, это находится в настоящее время прямо на острие гуманитарных исследований. Ну что ж, у меня к вам все. И, собственно, я передаю слово сегодняшнему спикеру, Софии Андреевне Багдасаровой, для того, чтобы провести сегодняшний вебинар с Софи. Так, хорошо вас вижу, но пока не слышу. Так, слышно? Все, здравствуйте. Здравствуйте, сегодня мы продолжим наш разговор о том, что тело – это самая важная тема произведения искусства на протяжении тысячелетий. И мы дошли уже до эпохи барокко. И вот вопрос, который задают очень часто, один из самых популярных вопросов и фраз, которые говорят про искусство, помимо того, что «чего хорошего в чёрном квадрате?» Малевич ему ребёнок так нарисует. Вот вопрос «почему женщины Роберти Толстый?» – это прямо в топе самых популярных вопросов про искусство. И сегодня я попытаюсь рассказать, почему, собственно, так произошло, почему они такие. Нет, пожалуй, никакого другого типа женщин, никакого другого типа красоты, никаких других картин, которые бы подвергались вот такому вот исходительному обсуждению. Как вообще этим можно любоваться? Что это такое? Почему они такие ужасные? На этой картине, на которой изображены олимпийские боги, обсуждаются и их объёмы, и их фигуры, как будто это самое главное. Это понятно, что на любой картине, фактически на любой картине Робинса, сразу узнаются они по этому типажу женщин, таких корпулентных. Вот здесь вот изображено похищение богом ветра, дочери греческого царя, которая родит ему знаменитых крылатых богов, зета и инфетрионов. И эта тема, она для искусствоведов как-то не то, что болезненно, просто как-то надоедает всё время об этом говорить, потому что этот вопрос, он показывает, что зритель обращает внимание, собственно, на то, чему посвящена картина, а вот этим вот внешним приметам, весу, весу, целлюлиту, бокам. Это одна из самых знаменитых картин Робинса, изображающая Венера перед зеркалом, которая послужила образцом для множества других изображений богини и обнажённых женщин, там, Веласкес, Энгр и так далее. И действительно, когда мы переводим вот этот вот язык телесности, вот этот физический типаж женщины на тот тип, на язык реальности, на язык того, что происходит в наше время, это действительно немножко нестандартно. Вот эта вот фотография, это из проекта Екатерины Рождественской, наверняка она попадался в «Каравань истории», где она занимается воспроизведением знаменитых картин, средственной фотографии и всяких знаменитых актёров-певцов. Единственное, когда женщина нашего времени обнажается и принимает такую позу, и она находится в той же весовой категории, это нас шокирует, и нам это кажется некрасивым, неэстетичным. Потому что, когда это происходит в картине, это совсем по-другому воспринимается, потому что картина переводит масло, рама, переводит на другой уровень реальности, мы попадаем в искусство. А когда мы видим то же самое в фотографии, мы понимаем, что это реальность, что это живой человек. Проблема с этим в том, что... С этим восприятием в том, что мы сейчас живем в веке, мы сейчас живем в эпоху, когда наш вкус совершенно испорчен. У нас так много всего происходит, так много визуальных раздражителей, что у нас сбиты все вкусовые рецепторы. Вот как здесь вот этот фастфуд, так и который сбивает восприятие правильной еды, здоровой еды, сладостями и так далее. Так и вот эти вот все рекламные, модные, киномодельные люди с анорексичной, тощей внешностью, которые абсолютно как вот этот сахар, как Макдональдс, сбили наш вкус в отношении прекрасного, в отношении того, какое тело нормальное. Сейчас мы не можем воспринимать... У нас нет единого идеала, у нас сбилась вот эта вот концепция. И навязанные стереотипы модным и иными бизнесами, они затуманивают нам глаза. И именно из-за этого возникают вот эти вот дурацкие вопросы к картинам Рубинса, потому что зритель пытается их оценить с точки зрения потребителя вот этой вот культуры, вот этой, которую мы сейчас видим на слайде. То есть человека со сбитыми ориентирами, которого нету константной точки зрения на телесное искусство, потому что стандарт постоянно меняется. Последние 70 лет, начиная с Второй мировой войны, каждое десятилетие скачет стандарт телесный, форма тела, то, что хорошо, то, что идеально, то, что гармонично, какой женщина должна быть. И то, о чём я хочу говорить в сегодняшнем вебинаре, это то, что картины Рубинса и его солилитные женщины, это в первую очередь не про секс. Как бы нам сейчас это ни казалось, потому что они выпячены на первый план, и они самые запоминающиеся, это не про эротику, это не про секс в первую очередь. Потому что вот смотрите, вот здесь вот картины с изображением мужчин, мужских персонажей, женщины только одна на заднем плане, и мы видим звук, у кого ещё пропадает звук. И вот на этой картине, которая написана не Рубинсом, а его последователем, Ван Дейк был учеником Рубинса, и вообще у Рубинса было очень много учеников, которые подражали его манере и его вкусе писали. Так вот, на этой картине мы видим мужчин, видим сатиров, и они тоже такие же сочные, они тоже вот так вот живут со смаком. И это, как на примере мужской, когда мы убираем женский пол из этой картины, мы видим, что это не про секс. Вот этот мир, вот этот вот понимание мира, вот этот вот вкус, вкус к жизни. Так про что же это? Про что это история? Про что это история с толстыми женщинами Рубинса? Как я рассказывала на предыдущих вебинарах нашего цикла, я говорила о том, что изображение тела, это мы сейчас, нам все равно кажется, потому что мы немножко больные люди, нам все равно кажется, что это про секс. На самом деле, в первую очередь, это про идеологию, про самооценку, иногда про отношение к Богу, то есть изображение тела, это всегда очень-очень много всего, это не только вот этот примитивный инстинкт, это много-много всего. И я напомню, что я рассказывала, когда я рассказывала про античность, я говорила о том, что тело в античность, это отражение дела, идеи о здоровом теле, здоровый дух, у умного человека должно быть идеальное тело, то есть когда человек идеален, то его тело идеальное, то есть как калокогатия, это вот человек должен быть идеален, прекрасен во всем. И поэтому военачальники, цари Александр Македонский, он изображался с таким же идеальным телом, как и боги, как и олимпийские спортсмены, потому что раз он занимает высотый пост, то значит он идеален во всем. А потом я рассказывала про средневековье, которое совсем другое, где через тело выражается идея о том, что все мы смертны, все мы умрем, а беременная женщина – это хорошо, и через детей и вообще через продолжение рода мы все-таки останемся жить и про веру в бога. Все это есть на ютубе, выложено вебинаре, кто не видел, кто пропустил, может посмотреть. Про Ренессанс мы это обсуждали, что в Ренессанс уже другая идея про тело, что в Ренессанс идея такая, что я настолько прекрасен сам по себе интеллектуально, но я такой великий человек, что я могу позволить художнику изображать себя со всеми недостатками, телесными, уродскими, шрамами, выбитым глазом, поскольку я такой крутой, что мне не нужно себя приукрашивать, платить художнику, чтобы он меня приукрашивал. Мои телесные недостатки также прекрасны, мой характер, мои качества делают прекрасными, мою внешность, какой бы она ни была. И вот следующая стадия – это барокко. И вот картина другого великого художника того же периода Рембрандта. И если мы посмотрим на неё понимательнее, мы увидим, что в принципе от женщин Робинса, эта женщина Рембрандта, отличается в первую очередь тем стилистикой. То есть Рембрандт писал в другой стилистике, чем Робинс. Не так смачная, он более нежен. Но женщина, которую мы видим, Версавия, библейская красавица, она тоже не модельной внешности по нашим стандартам. Она тоже бы сегодня не прошла кассинг на один подиум. У неё тоже и бока, и бёдра, и всё вот это вот. Её тоже можно обладать толстым причём-то. И если мы посмотрим другие картины Рембрандта, в них тот же соблюдается идеал, даже привязанность к такому же мягкому, большому женскому телу. Потому что это тело, вот такая вот красота для той эпохи, для 17 века, являлась красотой. Это было хорошо, это было нормально. Я говорю, что эти картины обнажённых женщин, они не про секс в первую очередь. Конечно, есть картины, которые, конечно, на секс, да? Вот этот вот портрет, называемый «Шубка», это портрет новобрачной второй жены Робинса, на которой он женился Авдалев. Невесте было 16 лет, ему было за 40. И вот здесь вот она, это портрет, который написан для себя, для любования, для красотой. И здесь она изображена абсолютно обнажённая, но при этом ей преданы абсолютно портретные, узнаваемые черты лица. Такой пикантный портрет, и ему придаёт пикантность то, что одежда, в которую она завёрнута, мужская, учёные, историки моды определили, как конкретно называется этот покрой, и это мужская вещь, то есть она набросила себя в мужской пиджан, грубо говоря в нашей реальности, или мужскую рубашку, ходят к ней с утра по квартире. И это вот такая вот милая вещь для себя, и она, да, она про физическую сторону любви, она про интимность. Но это не главное в обнажённых женщинах родностей. Вот та картина, которую я уже пока вела, которая называется «Венера, Купидон, Ваха и Церера». Помимо того, что в ней, конечно, есть элемент любования, то есть такой элемент российского журнала проебоя, чтобы смотреть на красивую женщину, в ней вложена и идея, которая, я считаю, важна как раз для того, что я хочу сегодня рассказать. Венера – это богиня любви, Купидон – это её помощник, Вах – это бог наделья, Церера – это Денетра, богиня земледелия, плодородия. И на этой картине происходит иллюстрация пилатого латинского выражения, стиха из Теренция, что без Цереры и Ваха зябнет Венера, то есть если нету вина и нету закуски, то и любовь как-то не прояснётся. То есть еда и питьё для этих художников было таким же предметом любования, предметом смакующего любования, как и обнажённое на женское тело, причём порой даже более ценимое, потому что в принципе женское тело легко найти, если у тебя есть женщина, если ты с кем-то живёшь, а вот иногда еды, тем более много алкоголя, в особенности бедный художник, это гораздо сложнее найти. И вот эта вот аллегорическая картина, картина с обнажёнными женщинами, которая является аллегорией, которая символизирует идею, еда, еда изобилия. Напоминаю, что эпоха барокко, это время, 17 век, когда закончилось то, что было предыдущие века, то, почему мы помним средневековье. Чума, голод, эпидемии, нашествия, войны. Да, в 17 веке тоже есть средние войны, но они не такие ужасные, они не выкашивающие половины населения, как то, что было в предыдущие века с этой эпидемией. И вот на этом рисунке мы видим тот типаж женщины, тот типаж человеческой фигуры, которую сегодня мы на подиум взяли прям сразу, её бы поставили на подиум, она бы ходила, демонстрировала одежду от кутюр. Вот эта вот женщина модельной внешности. Но для художника, любого художника до второй половины 20 века, даже до конца 20 века, эта фигура является ужасной. Вот здесь вот эпидемия, достаточно ранний рисунок, но я его поставила, потому что он очень характерный. Вот эпидемия, вот эта вот, она ужас, это иллюстрация смертного греха. Вот женщина с такой ужасной фигурой, современной монетельщицы, она символирует зло, смертный грех. Ну а женщина с собой Роберса, наоборот, изображает женщину, которая хорошо пригодна для нашего детей, для деторождения, у неё подкожный жир на животе, который защитит ребёнка во время беременности. Вот это вот хорошо. А вот то, что мы видим на картинке, это очень плохо. И вот этот вот стандарт сильных, мясистых, здоровых женщин с запасом подкожного жира, которые хороши, которые пригодятся, если возникнут проблемы, придётся выживать, на которых можно положиться в проблемах, когда возникнут беды, потому что эта женщина, у неё есть какой-то свой энергетический запас, женщина, которая росла в здоровых условиях, получала здоровое питание, обиженную, не голодала, и поэтому у неё здоровая кость, здоровая кожа. Этот стандарт, он в это время, в 17 веке, он не только рубинсовский. Нельзя сказать, что только один рубинс рисовал толстых жёрных тёток, а все остальные вокруг рисовали весну-ботечения, прекрасную бандитку. Нет, все вокруг, вся Европа, более-менее, с разной степенью, в зависимости от школы, в зависимости от личных склонностей художника, но все, все понимали, для всех было здорово и хорошо рисовать именно вот таких вот надёжных, крепких женщин. Вот здесь вот картина малоизвестной итальянского художника, здесь изображена богиня Диана и нимфа, её нимфа-спутница, это охотница, спортивная женщина, которая много бегает, убивает из рук олени людей. Как всегда, эта тема купания Дианы, она не является темой спортивного какого-то отдыха, она является эротической. Актион подглядывал за прекрасными купальщицами, его за это убили. И вот здесь мы видим абсолютно тех же самых женщин, которые, если бы они были реальностью нашей неизвестной, если бы оттогать интернет, их бы застыдили. Франция, другая страна, была Италия, теперь Франция. То же самое, тоже Венера, смотрите, она смотрит в зеркало, как и так активно, которую изображала Руслан Дрисников. Эта история с Венерой, которая смотрит в зеркало, идёт от Тициана. И, кстати, Тициан, который творил веком ранее, у него тоже женщины не худые. Это всё сохраняется, потому что это здорово и это надёжно. То есть дело не только в здоровье, потому что мы понимаем, что спортивная худая женщина относительно подкачана, это тоже здорово, но это ещё и надёжно, то есть это энергетический запас годинских проблем, которые может в любой момент в принципе случиться. И вот здесь вот эта Венера, она тоже может спокойно спозировать для Рубинса. Германия. Триумф Венеры, она поднимается на небесах, сзади видим кусочек колесницы с колесом. И здесь мы тоже видим, что абсолютно Рубинс бы тоже одобрил. Это всё в тот же период. Нидерланды. Тогда, в XVII веке, было два важных, главных художественных центра в Европе. Италия, который как возник импульс в конце XV века, так он и продолжался очень сильно, и она оставалась гегемоном. И в Нидерландах произошёл всплеск пассионарной и возникло очень много художников. Очень много талантных художников. Школы Рубинса, его последователи, люди, которые творили в том же стиле, помимо Рубинса, из Вайлшников, Ван Дейк и Йорфенс, у них тоже такие плотные женщины по многому, потому что, конечно, они ориентируются на стандарт, заложенный мастером, чтобы смотрели на их произведения покупателей и видели, а, это Школа Рубинса, это ученик Рубинса, это хорошо. Но вот сейчас я вам покажу других нидерландских художников, которые находились вне такой серьёзной орбиты Рубинса, то есть по их картинам не видно, что они были его почитателями, и мы видим, что в Нидерландах других художников абсолютно то же самое. Сейчас любят изучать этих женщин, разглядывать подмышками, что там со складками, искать, есть ли у них рак груди, ставить им какие-то диагнозы изобразовок, то есть это кажется настолько ненормальным, что для объяснения этому пытаются привлечь медицинский диагноз. Тогда же это было абсолютно нормальным, и это было хорошо, это было идеально. Здесь изображена сцена, одна из любовных ухождений Юпитера, Зевса, Антиопа, это ещё одна спутница богини Диана, то есть это тоже ненхоохотники, тоже. Если бы эти сюжеты изображали античные художники, у которых были спортсмены и спортсменки, бегульи, они бы, конечно, по-другому изобразили ненхоохотницу. Но для европейского человека 17 века это вообще было как-то, в их концепции не было спортсменок, и поэтому ненхоохотницы вот у них такая. Чтобы её соблазнить, Юпитера превратилась в сатира, потому что сатиры были друзьями в них спутник с Дианой, и они могли бы не получить ухудок только бога, бы она не не подпустила. И вот посмотрите, вот эта вот картина, это 1612 год, это начало 17 века, 10-е, 20-е годы, это годы, когда созданы самые броские, самые главные, запоминающиеся обнажённые Нью Робинс, фирменники. Робинс жил очень долго, сильно повлиял, у него была огромная мастерская, Робинс оставил колоссальное количество произведений, у него было то, что мы его назвали сейчас конвейером, у него была мастерская, он создавал одно произведение, продавал его, так скажем, к самому главному заказчику, испанскому королю, императору Священной Римской империи, после этого прибегали заказчики поменьше, графы, герцоги, короли, и говорили, а мы хотим повторить. Если у него было время, он целиком делал копию этой картины по авторской повторению, если у него не было времени, эти повторения делали его многочисленные ученики, он потом приходился по ним хозяйской рукой, передавал фирменную стеристику. В принципе, ученики у него были такие мастеровитые, что отличить порой, где сам Роминс, а где рука его ученика безымянного невозможно. Потом некоторые ученики покидали студию с новыми сами мастерами известными, некоторые нет, некоторые оставались в его мастерской всю жизнь. Производительность труда была гигантская, было еще разделение тоже труда, конверт, то есть были ученики, которые отвечали за драпировки. Были там ученики, которые открыли, это не Робинс, это другой художник, но в принципе понятен, что картина складывается из нескольких пластов. Тело человеческое, драпировки, интерьеры и натюрморты. Вот здесь внизу виноград. Так вот, один человек писал драпировки, у него получается, другой писал натюрморты, третий, тело, слоя, слоя, и все, конечно, забыло писать руки и лицо. И обычно именно на них фонсировал свое внимание сам хозяйный стирк, главный художник. Эта система не была изобретением Рубенса, так работали все крупные знаменитые художники, у которых был большой товарооборот, начиная и со средневековой, и, скорее всего, античных, тоже так работали. Один ставил подпись, это был бренд, он все контролировал, он создал фирменный стиль, дальше все это подхватывали его ученики. Вот, так вот, и импульс, который придал Рубенс своему, искусство своей стороны в Филандрии, он, конечно, был колоссален. Конечно, он больше любил таких женщин, чем другие мастера, чуть-чуть больше, не настолько сильно, он не настолько отличался от всех остальных, просто он был настолько производителем, настолько темперамент, настолько профессионарен, что это запомнилось очень сильно всем, и тогда, и сейчас. Вот эта картина 612 года, а вот эта картина уже 610 года, то есть прошло более полувека. Это еще один художник тех же краев, в творчестве которого воздействие Рубенса не так заметно, как его непосредственного окружения, и тут мы тоже видим, что идеал этой женщины сохраняется, несмотря на то, что прошло уже достаточно долгое время. То есть это не то, как у нас сейчас, когда у нас время убыстрилось, что у нас после Второй мировой войны один идеал женщины, Нью-Лук-Зеоровский, которая Гурченков, карнавальные ночи с идеальным силуэтом, потом у нас площадь Виги, потом у нас 80-е, потом у нас спортивные Синди Кроуфордс с ее фитнесом, потом у нас опять тощие женщины, потом у нас сейчас Ким Крадощен, все меняется очень быстро, поэтому я и говорю, что у нас вкусовые настроения сбиты. Нет, раньше до изобретения при видении интернет-фотографии время двигалось очень медленно, и вкусы тоже менялись очень медленно, и эпохи стилистические длились долго. И вот здесь у нас продолжается барокко, и мы видим, что женщина эпохи барокко, она остается все так же соответствующей этому стандарту, тем же целям удовлетворения. В той же иллюстрации не только секса, но и вкусной еды, довольство того, что в стране много денег, много еды, нету голода, все счастливы. Вообще, в Нидерландах в той эпохе люди очень хорошо кушали. То есть когда в эту страну приезжали путешественники из других стран, из Англии, они в своих записках описывали с удивлением, что там 40 сортов печенья с такими орешками, 40 сортов печенья с другими, они едят то, они едят это. То есть это была страна смакующих людей, обжор, это была богатая страна, которая наконец начала жить счастливой и наслаждалась тем довольством, которое у них наступило после того, что было раньше с Герциком Альбой, вот эти стеревные шпидли, да, представляем. Вот. И здесь опять Вакха Ариатна, то есть мы понимаем, что это опять про боговое надделие, и здесь не Венера, здесь жена Вакха, но это тоже про ее год. Эволюция происходит, например, вот в этой картине мы видим более сложную пойму, видите, как эта женщина сидит. Раньше, когда искусство только начинало развиваться живопись, когда сначала был ренессанс, и люди только искали, как он некрасиво умеет сажать женщину, чтобы их изобразить, поэтому Венера, Тициана, Джорджоне, они похожи, они лежат в типовых позах, потому что художники учились предавать позам, то есть это сейчас, когда фотографируют манекенщиц, говорят, прими такую позу, прими такую, существует определенный набор поз, в котором женское тело смотрится выгонщено. И тогда, в 16 веке, эпоху Возвождения их искали, их нащупали, экспериментировали. одно из достижений Рубенса было в том, что он постоянно менял, он постоянно играл, варьировал, какие позы можно поставить женщинам, похищение, когда заграскивают на коней, когда она взлетает в небо, у нее апофеоз, постоянные изменения, то есть не просто лежащая Венера, позирующая, а эволюция, модификация. И вот здесь, вот на этой картине другого художника мы видим нестандартную позу, но очень красиво смотрится и необычно запоминающаяся картина. И то, что художник, малоизвестный, уже обладает настолько свободой висторожности, чтобы сажать свою натурщицу такие сложные позы и уметь их изображать хорошо, это тоже достижение художников барокко начала 17 века, в том числе Рубенса, которые не боялись экспериментировать, пробовать, пробовать. И вот Англия, в Англии тоже, как мы видим, тоже женщина, женщина, обладающая фигурой. Мы не можем понять, мы не видим обнажённые, всё скрывает платье, потому что это Англия. Что у нас происходит в Англии? Сейчас мы привыкли, что Англия это в какой-то период диктовала культуру, была флагманом, но в 17 веке Англия ещё в 16 особенно, в 17 уже меньше, она оставалась отсталой, странной, хотя в стране были тюдоры, произошло тюдоровское возрождение, был Шекспир, литература, потрясающие, политические успехи, великолепные, мореплаватели, которые завоёвывают различные края, с точки зрения искусства происходило отставание. Конечно, это было связано с географическим фактором, потому что это остров, и художники из важных культурных центров до них медленно добирались. То есть при Генрихе Восьмом до них доехала Гальбейн из Германии, далеко было ехать в этом время очень сильно, доехала Гальбейн и придал колоссальный, сильный импульс портретному искусству Чудоровской эпохи. Но художников, которые бы рисовали не портреты, а вот такие многофигурные сцены, как мифологические, где есть эротизм, так и религиозные, до них не доезжало. Поэтому у них всё остальное искусство оставалось немножко в отсталой стадии. Я сразу сравниваю это немножко с тем, что происходило в России в 17 веке до Петровской времени, то есть когда Алексей Михайлович и Фёдор, они уже нащупывали вот этот интерес, возникают парсуны, становится интересно изображать светское искусство, но художникам ещё у них не хватало мастерства, у них не хватало искусствовательства. Так вот, и вот этот портрет, это, пожалуй, одно из немногих вещей, по которому мы можем судить о интересе телесности в английском искусстве, но потом к ним приедет Ван Дейк, Антонис Ван Дейк, последователь Рубенса, великий художник, который стал самостоятельным, и он научит, грубо говоря, англичан тоже действительно сложно. Я недавно написала статью, может быть, вам интересно, про патрицера Юга Баскориделя из нашего фильма, и немножко вписала туда историю английской живописи, вот вам кидаю ссылку, я думаю, будет интересно почитать портрет СССР и Юга Баскориделя Филиппа Ирковского и то, какое место он занимает в искусстве английской живописи, как он должен был выглядеть настоящим. И тут мы подходим к тому, что Рубенс не творил в вакууме. Мы сейчас, в 20 веке, с нашими сбитыми настройками тоже на первом плане забываем о некоторых вещах. Сейчас художник, он свободен, он творит, что хочет. Ему хочется рисовать ангелочков, он рисует ангелочков, ставит их в кладовку, ему хочется рисовать котиков, он рисует котиков, ему хочется рисовать тощих женщин, худых, что угодно. То есть у нас общество такое богатое, у нас так много всего изобилия, в том числе материальных ресурсов, что художник может легко пойти купить краски и потратить их просто на собственное удовольствие. Но много людей сдаются в хобби. До 20 века такого не существовало. То есть ты купил краски, ты должен их окупить, ты должен продать то, что у тебя получится. Чтобы у тебя живопись была хобби, ты должен быть очень богатым человеком. На самом деле это ремесло, это твоя работа, это твой хлеб. То есть ты создал картину, тебе надо ее продать, потому что иначе тебе не на что будет создавать следующий. И когда мы говорим, что Рубинс писал толстых женщин, проблема не только в том, что он писал толстых женщин. Важно еще то, что этих толстых женщин покупали. Их покупали все. То есть вся Европа, все аристократы, все купцы, все богатые люди, они с огромным удовольствием покупали этих толстых женщин. То есть если бы эти толстые женщины не иллюстрировали идеал эпохи, не были прекрасны с точки зрения покупателей, потребителей искусства, он бы написал одну, вторую, третью. Прокупатель бы пришел, он бы сказал, фу, какая гадость. Напишите мне вот как пизанелл эту аллегорию похоти нарисовал. И Рубинс, он был очень талантливым дельцом, очень дипломатом, политиком. Он бы, как бы ему не нравились самому порпунентной дамы, как мы знаем по его жене, он бы переконсустрился. Он бы сразу начал писать то, что покупают. Но поскольку то, что он продавал, это было ценимо, ему не было нужды переконсустрироваться. Это идеальное состояние, когда художник нашел себя. Он делал то, что он любил, и то, что он любил, идеально соответствовало вкусным эпохам. И вот это вот совпадение, оно привело к тому, что он испытывал колоссальный прелив вдохновения, и поэтому его картины с этими дамами и получались такими эффектными, такими талантами. А вот представители заказчиков, тех людей, которые купали произведения Рубинс. Это Анна Австрийская, королева из трех мискутуров, та королева, которая, как мы помним, по роману Дима, он описывал писателей, как не верят на кронсавицу, первую кронсавицу в свое время. Сегодня, с точки зрения нашего, нашего времени, мы удивляемся, почему так вообще, как можно при ней такое говорить. Но Дима, он очень много работает с письменными источниками, прежде чем начать писать три мискутера. Известно факт, что он написал три мискутера до очень коротких срок времени, два или три месяца. Но это не потому, что он был такой вистос, и так, конечно, был вистос. До этого он написал историю Людовика XIII, просто исторический труд, ради которого он перечитал огромное количество источников. То есть, это прекрасная биография, которая, как биография Людовика XIII, поэтому она начинается лет за 20 до рождения Людовика XIII, потому что невозможно понять, как человек, не узнать, что у него было с родителями. И вот в этом труде Дюма тщательно, ради того биографии, Дюма тщательно перелопатил все, что ему было доступно на французском языке, все исторические источники, и именно оттуда он извлек описание Анна Астрийской как первой красавицы в свое время, в котором было видно огромное количество людей. И Рубенс в этих двух портретах, вы видите, они одинаковые, то есть голова одинаковая, а костюмы разные. Один портрет как бы коронционный в короне, в мантии, парадный, а другой более камерный, в обычном платье. Мы видим, что она ему тоже нравится, она у него такое же белое тело, как он любит. Эта красавица, она воплощает идеал своей эпохи. И заказчики, покупавшие картину Рубенса, если они считали себя красавицами, они вот были как раз такими. Давайте взглянем еще на портреты, того времени. Это Хальс, это другой плаванский, нидерландский художник, более-менее независимый от Рубенса. И на этом портрете «Милые девушки» мы видим тоже самое любование счастливой, богатой жизни, счастливой, богатой страны, богатство. вещи, которые мы, когда мы смотрим на старинные картины, мы очень много информации упускаем. То есть, когда мы смотрим на портреты «Ван Эйк», вот эти огромные кружевные воркники, мы не понимаем, что это целое состояние. Есть портреты «Бэкингома», где он в огромной коллекции жемчужный вуз, он обожал носить жемчуг в Герляндии. Мы смотрим на эти жемчуга, и мы понимаем, что да, это состояние. Мы смотрим на портреты королевы Елизаветы, у нее в короне огромный бриллиант, мы понимаем, да, это очень дорого. Но когда мы смотрим на вот такие портреты, мы не понимаем, что кружева, которые здесь изображены, это тоже огромное состояние. И когда человек на портрете в своем костюме демонстрирует огромное количество и жемчугов, и кружек, это по цене могли быть вполне составимые вещи, потому что в какой-то период времени кружева стоили очень дорого ручной работы. Потом произошла промышленная революция, их начали делать машинным методом, они сразу невероятно подешевели, и из портретов сразу исчезли кружева, потому что они исчезли из моды аристократов. То есть раньше, когда кружева стоили дорого, все ими кичились, и запечатлевали, ходили в своих модных костюмах, запечатлевали их на портретах, а когда кружева стали дешевыми, доступными каждому, любому, любой бюргерши, сразу аристократы от этого избавились. Или там, когда женщина держит тюльпан, поскольку мы не слышали, сколько стоили тюльпаны, мы можем представить, что это была драгоценная, ценная вещь, что за луковицу тюльпана за три луковицы можно было купить дом. И вот здесь изобилие, дорогие ткани, кружева, драгоценности, красота. То есть красота складывается не только из черт лица, красота складывается из изображения богатства, изображения материального достатка, спокойствия, того, что сейчас в стране нет войны, и мы можем демонстрировать наше богатство, но никто нас не ограбит, не вред. Это замечательный пример того, как пример нарушения границ 17 веки до создания Евросоюза. Пострет хистии нидерландского художника изображает итальянскую женщину, которая стала королевой Польши. Здесь она изображена, видимо, в образе какой-то богини, возможно, Минерва, хотя у нее нет шлема, а может быть, в образе Юдихи, или этот пост, или меч, но платье не очень приводное. И здесь мы тоже видим, что королева, может быть, это королева, может быть, какая-то неизвестная дама, но королева тоже могла быть так изображена, а ее внешность тоже иллюстрирует это богатство, богатство материальное и богатство физическое, потому что богатство физическое, оно является иллюстрацией богатства материального. И вот опять Англия, Англия подтягивается, видите, да, то есть стадию Депетровской Парсуны они уже прошли, немножко, уже, немножко какой-то прогресс есть. уже, смотрите, кстати, придворный, нравов тревольный какой у этой женщины огромный декайфет. Смотрите, вот эти вот ранние английские фахты, немножко наивные, замечательно расслабились с точки зрения деталей, посмотрите, какие замечательные на тапочках кружева. И вот польская картина, собственно, польская, потому что до этого я показывала польскую королеву, нарисованную иностранным художником, а вот это вот так называемые сарматские портреты. Сарматы это народные сказки, это сарматы, которая жила на территориях Черноморья и Азии в ранней эпоху, естественно, они не сохранились, но слово сарматы оно осталось и в отношении, применяется в отношении польских и западноукраинских портретов для характеристики именно вот таких вот застылых портретов, которые похожи на наши порсун сарматские портреты. И они застылые, они не умеют играть телом, они не очень знают анатомию, не очень знают эти зерогневые веки, они не умеют передавать портретное искусство, но то, что они умели передавать, это то, что в иконах называется доличное письмо, богатство, ризы. Вот эти портреты, и порсунные, и сарматские портреты, их иногда сравнивают с иконами, потому что в них люди обращали, авторы обращали внимание, изображение богатства, изображение доличного, бусы, вот здесь вот, кружева, першни, богатства. И то же, как мы видим, тело, чем тело, оно искусственно увеличивается, этими огромными рукавами, огромными пиками. все иллюстрирует идею сытности. Это ранний портрет кисти Робинса, еще до того, как он нашел свой фирменный женский образ, это ранний его период, когда он жил в Италии и создавал много портретов итальянских аристократов. И здесь я привела этот фрагмент, чтобы мы тоже оценили вот это вот любование шелками, золотым шичьем, благоценностями, кружевами. Всем художник смакует, смакует эту красоту. Он находит красоту в проявлении всего. Пышные драпировки, ярко-красные, богатые архитектурные фоны. Аристократы тогда любили красиво жить. Ну, когда они не любили красиво жить. И они отражали это наслаждение, смакование жизни тех произведений, которые они заказали. Тоже важная вещь. Начиная с 19-го века, в 2-й половине, мы привыкли к тому, что художник, он как бы творец, диктатор своего произведения. В ту эпоху, когда художники были ремесленниками, такого не было. Это было намного более жестко формализировано. То есть, когда художник получал заказ на картину, на портрет или на религиозную композицию, с ним заключался контракт. То есть, сохранилось достаточно большое количество контрактов, и там могло быть написано «Ты изображаешь меня, полный рост, мою жену по коленам, всех моих детей, там должно быть изображено моя собака, окно, такое-то дерево». Если это религиозная картина «Богородица, Иисус», то есть, перечисленные все граждане нашего города должны быть изображены по колено в левом развороте, а такие-то граждане должны быть изображены в правом повороте. И за это мы тебя заплатили настолько тотально. Эти контракты могли быть многостраничными, и художник был обязан их соблюдать. То есть, примат воли художника, он был не такой важный, как это в настоящее время, потому что импрессионисты очень все изменили. Они изменили концепцию художника, они изменили представление о том, какое он должен быть. То есть, они создали образ романтичного гения, творца, вот этого героя, культурного героя. Тогда это было больше ремесло, это было больше ради зарабатывания хлеба. И вот этот пасет парадный, он тоже наверняка обусловливался не так, чтобы она пришла к нему и сказала, я хочу. Нет, они договорились, как она должна быть изображена, она сказала. И вот это вот русское богатство, это то, что и Руберс хотел, и хотели заказчики. В его других картинах, не только в портретах, в муниологических, и религиозных, альтериологических, эта идея прослеживается достаточно четко, в блеске доспех металла, в роскошных совершенно лошадях. Мы просто не понимаем ничего в лошадях, в отличие от женского тела обнаженного, а то бы мы с таким же наслаждением разглядывали эти огромные крупы породистых лошадей, которых он с большим удовольствием из смака выписывает, потому что для него это тоже огромный кайф изображать вот такое здоровое, сильное, красивое, дорогостоящее, ухоженное существо. И вот эта вот картина из Эрнитажа, это тоже прекрасная иллюстрация вот этой вот роскоши, которая окружала и художника, и его придворных заказчиков. Это еще одна картина, которая, видите, тело женское, и женское не является главным сюжетом. Это Вьера, она находит убитым Аргуса, своего стражника, которым она приставила строжить. Любовницу Зевса, превращенную в корову, на Меркурии убил Аргуса, а от убил на голову корова сбежала. И вот мертвое тело Аргуса лежит, а он был стоглазом. И вот она пришла к своему стражнику, своему охраннику, оплакивает его смерть и взяла его глаза. У нее на руках, на руке изображены зрачки, и она берет эти зрачки и помещает их на хвост павлина. То есть до убийства Аргуса хвосты у павлинов не имели вот этих вот круглых пятен. вот эти пятна на перьях это глаза вот этого убитого стражника. Это не страшная картина, если придется, отрубленная голова в руке у служан. И хотя художник не пропускает возможности изображать обнаженную грудь, но посмотрите, с таким же удовольствием он изображает и пухлых младенцев. Заподозрить, что у Робинса были какие-то педофильские наклонности и любовь к младенцам паниматической мы не можем. Но если мы взглянем на эти детские тела, то там такое же вот это смыкование и такой же целый элит и такие же сытые счастливые дети. Потому что это все иллюстрация, не только иллюстрация этой идеи, но это и подсознательное проявление довольства жизни. А вот это вот пример религиозной картины Робинса, к сожалению, не нашла получше репродукции, но она просто интересная. Это не просто религиозная репродукция, религиозная картина, это и портрет. Портрет классический такой, какой возник еще в средневековье, то есть когда какой-то богатый человек заказывает свое изображение на религиозные картины. Такие есть и в русской иконописи, в Новгороде, там, в 13 век, Давмонд, у новых боговодцев, князь. Вот здесь тоже самое, донатовский и птитовский паркет. В нижней части изображена члена семьи Гонзава, и они смотрят на троицу. И если мы внимательно посмотрим на эту пастину, мы видим, что в религиозном полотне Рубинс использует те же самые приемы и то же самое понимание того, какой должна быть реальность полотна. золото, богатство, красота, изобилие, блеск, бархат, красивые тела, красивые люди. И несмотря на то, что расизма как бы по сюжету здесь нет и не может быть, фигуры ангелов мужские, все равно это красивые тела. И вот ангелочек мы видим тоже он такой типаж ангелочек, который поддерживает объявление существа. это аллегорический патет королевы Марии Миличи. Она была его любимой клиенткой, она заказывала огромное количество работы, когда сын ее изгнал, когда ее решение предал, изгнал, объединился с сыном Гередовиком 13-м и изгнал из Франции. Мария Миличи обедневшая нашла свой предъют в доме Рубинса и там умерла. То есть те благодолияния, которые она оказывала своему другу дипломату художнику Рубинсу, в итоге помогли ей эти станущие последние хорошие дни провести. как-то. Но это картина более успешного периода в жизни, когда она была опекуном своего малолетнего сына после убийства Деда и Хочет Ивановского. И она была самодержицей. И вот эта иконография, которая здесь придумана, она потом повлияет на образы, в которых воплощала себя наша Терновеликая. То есть богиня, как богиня, как Афина в шлеме самодержится триумфаторщик. И вот здесь прекрасный конь, прекрасная богиня славы в небесах, которая держит над ее головой венок. И здесь то же самое изобилие, то же самое богатство, хотя никакого обнажения естественно. А вот эта иллюстрация из цикла Марии Миричи, иллюстрирующая ее триумфальное правление. Это изображено, как она, обрученная невеста Генрику IV, приезжает на корабле из Италии во Францию. И я показываю эту картину ради совмещения двух сюжетов, потому что наверху, вы видите, в верхней части изображен исторический сюжет, принцесса сходит с борта корабля, а в нижней части морские нинфы, это те же самые смаченные женщины, с обсуждения которых мы, с обсуждениями, которых это посвящено нашей рассказе. И, помимо всего прочего, мы видим в этой картине противопоставление, потому что официальная, реальная жизнь это жесткая мода, это тело, закованное в корсет, это осанка, это регламент, это этикет. наслаждение, а когда женщина без корсета, без одежды, то у нас начинается буйство и свобода, и вот это контрастное сопоставление двух способов показа человеческого тела, это еще метод того, зачем, собственно, вот этого делалось. Почему с таким наслаждением они занимались изображением мифологических сюжетов? потому что это возможность увидеть свободу, наслаждение. А вот эта интересная вещь, это картина начала 20 века Луи Беру, который много очень времени проводил в Лувре, по легенде, это чуть-чуть, но он даже заметил, что Джаконду укнали, и здесь он изобразил сюжет, что вот художник сидит и копирует вот эту самую картину, и у него происходит видение, он так насмотрелся вот этих прекрасных женщин, что они реально сошли с полотна. А если вы найдете эту картину в интернете вторую и посмотрите ее покрупнее, вы видите, что копия, которая стоит на Мольберте, она мало того, что выполнена уже в каком-то стиле по антилизму, при селесинском, в нем художник уже сильно преуменьшает объемы той нимфы, которую копиями. То есть тут происходит не копирование картины, а импровизация на основе работы Рубенса. И художник, вот этот копиист, отдавая почтение свое Рубенсу, причем восхищаясь до такой степени, что у него происходит видение, он все равно уже приспосабливает то, что он рисует под свои собственные эстетические идеалы, уменьшая масса объема тела, потому что у нас уже 19 век, и у нас менялась, весь окружающий мир менялся. И вот это Брейгель, это более ранняя вещь, это на полвека раньше, чем Рубенса, о котором мы говорим, но вот это именно то, что я подразумеваю, что Нидерланды и вообще более-менее Европа, вот этого уровня заказчиков, она вот такая вот, она воплощает вот этот вот идеал, что у нас все хорошо, мы счастливы, мы сыты, нам не надо работать, мы довольны. И то, что женщина Рубенса, это не про секс и не про ротик, это вот про это, это про изобилие, про изобилие и про то, что нам не надо страдать, нам не надо мучиться, нам не надо бояться смерти, как это было в средневековье. Вот, так что подытоживая, давайте еще раз взглянем на ту картину, с которой начиналась в презентацию Суд Париса, три прекрасных богини, богини мудрости, богини любви и вера царица богов, богини брака, но внешне между ними никакой разницы не на то, потому что все три являются женщиной, все три воплощают именно эту идею. И эта идея сохраняется более-менее, то есть внимание художникам, что женщина должна быть здоровой, красивой, приятной, и что кожа человеческая, женская, она красива, когда здорова, и когда она гармонична, она не стиснута, ни корсетом, ни нормами, ни диетой, сохраняется, потому что это уже Энгар, и это уже начало первой четверти 19 века. А то, что мы имеем сейчас, от этого, вот сейчас вам покажу картину, которая, эта картина свежая совсем, она получила в 2009 году награду Каннских львов, это фестиваль рекламы, она получила награду как социальная реклама, это социальная реклама антианорексии, и эта картина, она воплощает идею того, чтобы увидели художники того времени в наше время. Видите, вот, если прикрыть вот эту женщину одежду, то это как раз получится идеал нашего времени, более-менее. Мы сравниваем здесь здоровую красоту тела, заложенную, начиная с Ренессанса, продолженную Рубинсом, продолженную в эпоху 18-19 веков, с тем, почему мы пришли в наш век со всеми сбитыми информационным фастфудом, стандартами моды настроек. Так что давайте лучше вернемся к Рубинсу, и будем понимать, что когда мы смотрим на картину, не надо вкладывать в нее наше современное представление, надо помнить о том, что происходило тогда в Туфе. Вот, все, я закончила, вопросы, у кого есть? Павел, у вас обычно вопросы есть? Софи, да. Сейчас будет вот такая тема. Какие картины считали прекрасную эпоху мышкетеров и длинных париков, и как это повлияло на сталинский ампир? Софи, огромное спасибо. С удовольствием, как всегда, прослушал ваш вебинар. Сам недавно занимался похожей темой у нас в варт-портале, и теперь у меня есть еще и знания соответствующие. Спасибо огромное. Я думаю, что все слушали с большим удовольствием то, что не задавали вопросов. Наверное, связано с тем, что просто изложение было настолько интересным, что не пришло в голову спрашивать. Я благодарю всех, приглашаю всех на следующие вебинары Софи и на следующие вебинары Директ-Академии, которые состоятся уже завтра и далее после праздников почти каждый день. Еще раз благодарю, прощаюсь с вами, до новых встреч в Директ-Академии. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кадемии. Продолжение следует...